И вновь возвращаемся к одной из главных тем. Украинский крестный ход, который проходит в эти минуты в Киеве на прямой телефонной связи со студией Life. Я надеюсь, моя коллега Катерина Петрова. Катя, как слышишь, в студию? Привет, в студии. Да, Катерина, расскажи, как всё проходит, нет ли провокаций? Сейчас мы находимся на Владимирской горе. Пролезь верующие со всей Украины. Тех, кто пришёл сегодня, слушая в данный момент молитву за священие Руси, за мир во всём мире, мир в Украине в том числе. Эта молитва продлится где-то ещё полчаса. После этого веряне оставится ходой идти во Печерское в Африи и продолжат там праздновать этот светлый день. Пока все настроены очень оптимистично, позитивно, все прицепливы. Мы не увидели агрессивных людей, никаких плакатов, никаких флагов на территории оцеплённой милиции нет. Очень много правоохранителей. Мы видели несколько подразделений, спецподразделений. Весь периметр цеплен и окружён метровой скарпелями. Патрулируют даже вирусные патрули. С утра, буквально где-то в 10 часов, на 5-ти в Риан был батальон ОУН и правый сектор. Они вели себя немножко, но буквально через полчаса они то ли разошлись, то ли их проводили правоохранители. Пока никаких провокаций. Всё очень мирно, очень спокойно. И мы надеемся, что так и было. Катерина, позволь уточнение. Может быть, ты успела пообщаться с кем-нибудь из украинских коллег, а может быть, даже успела послушать местное радио. Как средства массовой информации местные реагируют на сегодняшний украинский крестный ход, который дошёл до Киева? Как реагируют? Да, интересная реакция журналистов, общественных деятелей, которые не связаны с церковью, с украинской церквью, московского патриархата. В СИЗе уже проспела несколько крестных ходов. Сознать, что реакция какая-то неправильная, будет тоже неправильно. Скорее всего, люди просто относятся к этому с пониманием. Очень большое внимание прессы. Мы увидели очень много представителей не только украинских масс-медиа, но и иностранных. Здесь и команда Reuters, и BBC, международные компании тоже освещают в день. Если раньше говорили о том, что иконы, символика, которые приносили веряне в Киев, какая-то неправильная, сегодня мы этого не увидели. Всё как никогда правильно, спокойно, не могу сказать ничего. Главное, что спокойно, и мы видим, что события действительно важны, поскольку приковано внимание не только российской, украинской прессы, но и мировых информационных агентств, таких как Reuters, также следит за освещением событий английская BBC. Мы тоже будем продолжать показывать всё происходящее украинской столице в прямом эфире. На прямой связи со студией Live была моя коллега из столицы Украины Катерина Петрова. Как можно быть против мира? Священник Русской Православной Церкви Святослав Шевченко не может понять протестов и провокаций, которые вызвал у некоторой части украинцев крестный ход. Впрочем, это, на его взгляд, не показательно. В основном жители страны едины и не обращают внимания на политическую, религиозную пропаганду со стороны официальных лиц и проправительственных сэми Украины. Там множество религиозных динаминаций, которые говорят, что Украинская Православная Церковь и Московская Патриархата – это плохо. А теперь мы видим, какую поддержку люди оказывают именно Украинская Православная Церковь, каноническая. Я вот читаю даже в социальных сетях, люди говорят, что нас встречают просто вот люди ставят столы, вот две ненаселенные пункты проходили, и выкладывают еду какую-то, бедрами ставят воду, кружки рядом, чтобы люди пили, кушали. То есть такое вот, ну скажем так, единодушие. Украины тем временем переживают за безопасность киевлян. Глава МВД страны Арсен Аваков опасается новых угроз и провокаций во время следования крестного хода. Силами нацполиции и нацгвардии МВД заблокировало проход по улицам Киева. Безопасность граждан важнее религиозных ритуалов.